Привет-привет, любимые и дорогие зрители! Хочу, во-первых, выразить вам благодарность за то, что вы меня смотрите, за то, что вы реагируете на мои видео, пальцы вверх, пальцы вниз, пишите какие-то комментарии. Спасибо вам большое, очень это приятно, что вы меня поддерживаете, и я понимаю, что эти все мои видео, этот мой труд не идет в никуда. Оставим эту лирическую часть и перейдем к основной части, потому что Вовчик говорит, нельзя уходить куда-то в сторону, нельзя на какие-то там темы посторонние рассуждать, потому что людям это не нравится. Понятно, что тема данного видео связана с блокировкой, конечно, карточек и с той ситуацией, которая возникла. Но я хотел бы попросить вас, друзья, не переключать и досмотреть это видео до конца. Суть его в том, что я хочу вам рассказать, как это все происходило, ну буквально, будем говорить честно, на моих глазах, потому что я, честно, даже тему эту не хотел затрагивать, но когда это попало в общее медийное пространство, то, естественно, решил с вами, друзья, на эту тему поделиться. Все началось с того, что я нашел законопроект. Проект законопроект про местные изменения податкового кодекса Украины и других законодавчих активов Украины в счете регулирования оборотов виртуальных активов в Украине. 10.22.5. Вит 07.11.2023. Инициатор Сова Александр Георгиевич. Сова это из той же команды, что и Гетманцев, потому что он там часто у него был с автором в тех законопроектах, где они в очередной раз гусей хотели, как говорится, пощипать. И суть здесь в чем? Друзья, хочу открыть вам тайну. У меня есть, еще кроме там телеграм-канала и ютуба, у меня есть конкретно мой сайт, где я пишу на некоторые темы. Те темы, которые, ну честно, они являются достаточно объемными зачастую и в телеграм это просто не влазит. Там больше короткие сообщения какие-то новостные. В ютубе тоже снимать про это не гоже, потому что тема не является такой прямо, я считаю, которая заходит, которая всем моим зрителям будет интересна, а просто тема, которая интересна, будем говорить, мне. Ну вот тут так вышло, что оно совпало. И я подготовил соответствующую статью для моего сайта. В Украине может запровадить и податок на криптовалюту. Счет все означает. Если кому-то интересна статья в полном объеме, я сейчас, конечно, кратко перескажу. И та информация, которую я делюсь, на моем сайте. Ссылочка на сайт в описании. Перейдите, друзья, можете прочитать для себя, ознакомиться и разобраться более подробно, в частности, с этим законопроектом и с моими комментариями. Суть здесь в чем? Расскажу кратко, что вот этот законопроект, согласно него, хотят брать налог. Я до конца, честно хочу сказать, не разобрался, потому что там такой этот законопроект огромный, там черт много условий, будем говорить честно. Суть этого законопроекта в том, что если вот кратко, на то, что вы там заработали, грубо говоря, с криптовалютой, надо будет заплатить 18%, это налог на доходы физлиц, и еще 1,5% военный сбор. То есть, этот ваш заработок с крипты, которую я там купил, продал, сейчас там по-разному зарабатывают, суть здесь не в этом, будет такой достаточно серьезный облагаться налогом. Кроме того, нельзя будет выйти из этого, как сейчас многие люди выходят, регистрировать себе ФОП на там 1, 2, 3, какой-то там еще группе, что там конкретно прописывается в этом законопроекте, что все это не подходит под данный момент. Ну, и я себе, как говорится, записал эту себе статью, написал, забыл про все это, это было все 8-го числа этого месяца, и себе там дальше своими какими-то делами занимаюсь. И тут мне попадается интереснейшая новость. Украина потеряла почти 50 миллиардов из-за отсутствия регулирования крипторынка, исследования. И тут пишется, что в период с 16 по 22 отсутствие регулирования крипторынка привело к потере Украины в размере 48,8 миллиарда ВВП и 4 миллиарда налоговых поступлений. И там дальше в этой статье всякие графики, мудафики идут, еще непонятно что. И тоже вот эта же мысль повторяется, что в том законопроекте, о котором я вам рассказывал, про 18,5%. То есть, как мы видим, ситуация начинает ухудшаться. Ну, я себе опять же, себе это так все промотал, думаю, странно. Было бы неплохо, конечно, с кем-то это обсудить, эту тему с тем, кто в криптовалюте разбирается, как говорится, там какой-то эфир совместный или что-то сделать. Но я по Украине, у меня таких знакомых нет, а там эти все руснявые, не хочу с ними даже в их сторону смотреть, честно говоря, после того, что они у нас натворили в нашей стране. И, соответственно, дальше есть такой вариант, что попадается новость. Она уже идет везде, в телеграммах, там везде и так далее. Сейчас я вам ее постараюсь зачитать. Клиенты Приватбанку скаржатся на блокование рахунков через операции с криптовалютой. Банку ведь повелы. И что там ответили в банке, если кратко тоже не будем зачитывать. Суть такая, что в банке пишут, что ничего ужасного не происходит. Вот как были какие-то у нас там стандартные наши правила финмониторинга. Ничего ровным счетом не поменялся, друзья, можете не париться, идите себе дальше, пейте чай с печеньями или чем вы там, в общем, занимаетесь. Никто никого трогать не будет. Но тут начинают появляться более тревожные сообщения. Сейчас я вам несколько из них зачитаю. Я думаю, многие из вас уже их видели и знакомились с ними. Работаю с банком больше 20 лет. Почти создание банка. Никаких особо проблем с банком не было. В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по P2P, системе на бирже Bybit. И банк отказал мне в дальнейшем обслуживании. Предложил вернуть средства. Я ничего незаконного не сделал. Прошу банк пересмотреть мой статус и возобновить работу счета. Более 20 лет являюсь клиентом банка. Никаких проблем и претензий все устраивало. 1.11.23 заблокировали аккаунт без объяснения причин. Ничего такого, за что можно было заблокировать. Аккаунт, по моему мнению, я не делал. Да и вообще, в последнее время движения по карте были минимальны. Получил платеж по программе AliExpress в долларах чуть меньше сотни. Перевел 40 долларов на электронный кошелек Zinley. Может это нарушение? И дальше человек сетует, зачем ему заблокировали аккаунт, ведь он действительно ничего не нарушал. И там, если их ответы взять вкратце, плюс-минус какая-то пурга идет, то что что-то там вы нарушили, есть какие-то правила мониторинга, вы там что-то нарушили, что нарушили мы не скажем. И в общем, как говорится, на этом все, друзья, прощайте. Суть здесь, дорогие друзья, в чем? Какой из этого можно сделать вывод? Что если у вас, к примеру, какая-то операция, это было такое ранее, когда появилась только криптовалюта, у многих были с этим проблемы, которая связана с тем, что видно, как-то банк может заметить, что это связано либо с переводом деньги на какие-то криптокошельки, на какие-то биржи, либо обратно что-то вам там выводят с этих бирж, то есть можно определить. Не так, когда там вот делается, что с карточки на карточку, там все это произошло, и непонятно, кто вам за что заплатил с карточки какое-то физлицо. Тут, как говорится, все просто, и никто тут ничего не догадается. Поэтому я советую всем, допустим, такие операции не делать. Это в меру моих способностей и знаний о криптовалюте, то есть как себя обезопасить в данном случае. Также хочу заметить, что действительно у нас не существует какого-то закона, который регулирует отношения, связанные с криптовалютой и всем остальным. Но у нас есть Национальный банк Украины, который спускает всякие незаконные директивы и письма другим коммерческим банкам. Первый говорит, вот давайте там, кто у нас голубоглазый, их будем проверять. Или давайте кто там выше метр восемьдесят, их проверять. Ну такие абсурдные критерии, так же как и с этой криптовалютой. Я уверен, потому что запрета на ее использование нет. Она никак у нас не урегулирована по большому счету. Да, есть закон об активах там, но он пока не вступил и не действует. Будет действовать, когда, даст бог, закончится, может быть, это военное положение у нас. Соответственно, идет просто грубое нарушение со стороны банков. Я здесь полностью с людьми согласен. Ну, вы должны понимать, что правы у нас всегда сильнейшие. И с ветряными мельницами, будем говорить, сражаться очень глупо. Ведь мы с вами не дон хихоты. Поэтому постарайтесь так делать, как я всем людям советовал, когда это все только крипта активно появилась далее. Чтобы не было видно, что вы напрямую какую-то биржу выводите или с биржи заводите. Или какая-то ситуация, связанная с этим, происходит. То есть, чтобы было от человека к человеку. Других вариантов, других каких-то этих нет. Я думаю, те, кто в этом разбираются, поймут меня, о чем я говорю. И самый главный вывод, который можно сделать из этого, дорогие друзья, к чему это все идет, то, что я обещал. Потому что есть позиция в нашем государстве, я считаю. В чем она заключается? Помощь наших сторонников, союзников сокращается. Понятно, из-за чего это, конечно, происходит. Я думаю, каждому здоровомышлящему человеку. Но мы должны понимать и жить в реалии, жить в парадигме и понимать. Еще раз, уже какие-то оговорки у меня пошли, что это происходит и к чему. Соответственно, помощь уменьшается, бабки где-то надо брать. Где бабки брать? Ну, понятно, у нас с вами забрать что-то, постараться. То есть, вот эти все, помните, я снимал видео про то, что там проверки возвращаются, кассы возвращаются. Еще какие-то там они налоги очередные хотят придумать непонятно на что. То ли на дождь, то ли на воздух. И вот эта криптовалюта тоже. Они там, блин, посчитали, нифига себе, слышишь, 50 миллиардов. А мы бы их, то мы бы, о, там бы что-то, плиточку какую-нибудь где-нибудь выложили. Ну, то, что они там любят обычно делать. И, соответственно, надо где-то искать. Есть команда профессионалов у нас по экономике, которые этим занимаются. Не хочу эти фамилии в 58-й раз произносить. Я думаю, вы все поймете, о ком я говорю. И они решили пойти по старому доброму принципу. То есть, чтобы корова давала больше молока, надо что делать? Надо ее меньше, естественно, кормить и больше доить. Ну, по этому принципу они, как говорится, и пошли. И, соответственно, нам, друзья, надо понимать, что это не последние являются покращения, я более чем уверен. Будет дальше сжиматься, там, сям. До этого было очень много хипиша, связанного тоже с этим мониторингом. Когда карточки, эти аккаунты, все там были проблемы. Кто-то кому-то перевел, там, 100 долларов. Кто-то, не дай бог, там, с какой-то заграницы сюда перевел. Или там, что-то, какие-то начинались такие проблемы, что ужас. Или карточку кому-то дали. Я это знаю, там, за границу ее там выслали. Или какие-то онлайн карточки. Ты там чуть-чуть денег получил. Тебя сразу, как говорится, не будем говорить, что, остался без карточки еще и без денег. То есть, творится полный произвол и беспредел. Это в очередной раз подтверждает мою очень-очень старую мысль по поводу того, что когда денежные средства, к сожалению, находятся на банковском счету, на банковской карточке, либо еще на какой-то там виртуальных каких-то активах, которые принадлежат не нам, а каким-то банкам, то, естественно, дорогие друзья, выход здесь один, это не ваши деньги. Надо это понимать, осознавать и, как говорится, с этим смириться. Это я всегда говорил и буду повторять. На этом, любимые друзья, я и, конечно же, мой помощник Владимир, прощаемся с вами, говорится, подпишитесь же уже на мой YouTube-канал. Это беспредел. Гуляешься, сделаю один звонок, из Москвы приедут люди, тут все будет в крови. Я шутить не буду.